Айя Пым Баязит Гюлерджан Бурчин Терзиолу Сарп Акая Рызако Джаолу Баде Ишчиль Утку Барыш Сарма А также Тунджель Куртис Композитор Тойкар Шуклы Продюсер Керем Чатай Режиссер Улуч Байрактар Эзель Несмотря ни на что Когда все кончилось Эзель верил Что любовь победит А справедливость Восторжествует Но счастливые концы Это только для сказок История, о которой я говорю Уже давно закончилась А все, что после Того и вовсе не было Маяк закрыт Никаких посетителей А я не посетитель Тогда зачем пришел? Я пришел к отцу А как? Как тебя зовут? Меня зовут Джан Джан Учар Наши дни Ку-ку 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 Ку-ку-ку 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 Кажется он весь в тебя Совсем не понимает юмора Может он не понимает языка На котором ты говоришь Ты до сих пор не закончила? Сколько можно отдыхать? Сам решил поспорить? Конечно дурак Нашел с кем играть в карты С дочерью дяди Рамиза Все же честно Что ты делаешь? Сумасшедший Защищаю тебя от внешнего влияния Это не отдых Я так совсем не отдохну Сейчас я тебе покажу Как надо отдыхать Сегодня был арестован Эзель Байрактар По подозрению в убийстве Я не буду больше ничего Рассказывать Тэфо Пусть сам обо всем узнает Али? Имя человека Подавшего заявление Не разглашается В интересах следствия Официальных заявлений нет Полиция продолжает расследование Дженгиз! Чего рассигналился? Папа! Да? Ты исправился? Что за вопросы? А я что был каким-то не таким? Нет, ну просто вчера ты немного... Посмотри на меня Чего рассигналился? Притормаживай, остановись на обочине Молодец Вот так... Молодец ты мой! Молодец! Папа! Раз ты исправился Может и за мамой заедем? Пусть увидит, как я вожу машину Мама... Мама сказала, чтобы мы ехали домой С тобой? Со мной Неужели вы помирились? Может быть Папа! Так... Садись на мое место Дальше поведу я То туда, то сюда С самого утра с ним возимся Хюсейн! Хюсейн, сегодня футбол Мы же не успеем Надо с ним что-то делать Это точно Как думаешь Кто выиграет? Останови машину! Останови! Останови машину! Останови! А я успел, брат Али Я вызволил тебя Эйшан Эйшан убита Когда приедет мама Мы будем ждать здесь? Может Внесем изменения в наши планы Давай куда-нибудь Поедем Втроем Отдыхать? Именно Что скажешь? Я только за Только сумку соберу Я знал, что вы помиритесь Теперь все будет как раньше Я говорил маме Папа сейчас немного не в себе Но когда он придет в сознание Ты снова его полюбишь Потому что она сама говорила Что в любви все возможно Если кого-то любишь Никогда его не забудешь А еще она сказала Что даже после смерти Ты никогда не забудешь того, кого любишь Джан Мы с твоей мамой не мирились И никогда не помиримся Но Одныне она будет с Изелем Мама нас бросила Она не вернется Слышишь? Не вернется Нет Это невозможно Мама меня не бросит Отойди Я найду маму Открой дверь Открой дверь Остались только мы с тобой, Джан Маме мы не нужны Ей нужен он Нет Открой дверь Открой Успокойся Успокойся Прости Прости меня Успокойся, Джан Успокойся Пусти Ты врешь Ты меня обманываешь Открой дверь Я хочу к маме Успокойся 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 Папа рядом, Джан Успокойся Все хорошо Все хорошо Поэтому мы переехали в дом дяди Изеля Они с самого начала это спланировали Они хотели избавиться от меня, да? Да, сынок Они хотели избавиться от нас Что я им сделал? Ничего Ничего Ты ничего не сделал Ничего, сынок Тогда почему она бросила меня? Потому что Потому что твоя мама любит его Ни тебя, ни меня А Изеля Теперь я никогда больше не увижу маму Да, сынок Мы никогда больше не увидим маму Папа, почему так вышло? Ведь матери не бросают своих детей Бросают Однажды все друг друга бросают Поверь мне И ты меня тоже бросишь О чем ты говоришь, сынок? О чем ты говоришь? Разве я тебя брошу? Этого никогда не будет Чего бы мне это не стоило До последнего вдоха я буду с тобой Слышишь? Слышишь? Я Я никогда тебя не брошу, Джан Обещаю Не брошу тебя Не брошу Садись уже, милеха Ты, наверное, устала Возьми, Мумтаз Может Приготовить что-нибудь сладкое Джан любит, а? Нет, не надо Я уже купил по дороге из кофейни Держи Держи Раньше ему нравилось Не знаю, как сейчас Ну что же, они не едут Что-то случилось? Ты с ума сошел? Зачем мы сюда приехали? Зачем? Джан Али, Джан Мой сын был здесь Что он сделал с ним? У дома дежурит полиция Не показывайся Я сам все узнаю Ты Джан? Джан! Джан! Омер, не ходи туда Джан! Надо уходить, Омер Посмотрели Сейчас приедет полиция Уходим Али, это то То, что осталось От моей жены От моей жены Эй, Джан Я не уйду Я не могу уйти отсюда Али 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 Мелиха Подождем еще немного Мумтаз Джингиз Атай Джингиз Бей Простите вас Беспокоит офицер полиции Саят Караман В чем дело? У нас для вас плохие новости С кем-то что-то случилось? Ваша бывшая жена Эй, Шан Да, к сожалению Сегодня она подверглась нападению Боже Что с ней? Она Она жива? Скажите Она жива? Жива? Она в тяжелом состоянии Но Она Жива Да Да, она в больнице Врачи попросили позвонить вам Прежде чем приступать к операции Зачем? Она непрестанно повторяет ваше имя Я еду Уходи, Али Уйди, Али Я тебя не брошу Умэр Умэр Умэр, что это? Тебе сказали, что она умерла? Так она жива Если врачи успели Али, значит Эй, Шан Осталась жива Где Эй, Шан? Эй, Шан Тыс, Джан Я ее муж Бывший Джингиза Тай Где она? В операционной Наденьте бахилы Шапочку Идемте со мной Пойдемте Почему вы до сих пор здесь? Вы не поймали того, кто это сделал? Он Поэтому мы здесь Я его знаю Он мне тоже угрожал А что значит Поэтому мы здесь? Его поймали Но по пути в отделение Он сбежал И где он сейчас? Что-то серьезное? Почему ее положили на операцию? Она потеряла много крови Мы наложили компресс И не можем делать операцию Нельзя Почему? Потому что она умрет на столе Ее селезенка жутко изрезана Мы постоянно делаем ей переливание Но кровотечение слишком активное Она временами приходит в себя И повторяет ваше имя Может хочет, чтобы вы были рядом? Я для этого и приехал? Да Минал очки Эй, Жан. Говори, родная, говори. Убийца. Оставьте нас на минутку. Всего на минутку. Моя жена умирает. Дайте нам минуту. Моя жена умирает. Моя жена умирает. Сделай доброе дело. Нет, не буду я здесь ждать. Будешь, увидишь Джингиза, лови. Бей, ломай, стреляй, делай что хочешь, но поймай его. Ни в коем случае не убивай. Я сам убью его. Сам. Джингиз примет смерть от моих рук. Договорились? Конечно, но зачем Джингизу приезжать сюда? Закончить начатое. Убить Эйшан. Я буду хорошим отцом. Хорошим примером. Я брошу азартные игры. Есть одно местечко. Я и тебя хотел туда отвезти. Теперь мы будем жить с Джаном. И там нам будет хорошо. Давай. С Джаном ничего плохого не случится, Эйшан. Обещаю. Давай же. Как? Как я мог это сделать? Я же, я же, я, я же люблю тебя. Люблю. Как я мог, как я мог погубить тебя? Зачем я хотел убить тебя, Эйшан? Боже, что я наделал? Господи. Эйшан! 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 Эйшан Эйшан, ты жива Ты жива Эйшан Эйшан Не уходи Я никуда не уйду Я никогда тебя... Эйшан Эйшан Омер Я здесь, я здесь Я умираю Нет, нет Доктор Я не хочу умирать Хочу остаться с тобой И ты не умрешь Не умрешь Ты не умрешь Доктор Эйшан Эйшан Доктор Выйди Выйди Закрой дверь Ты Иди сюда Сделай что-нибудь Сделай что-нибудь быстро Быстро, быстро, быстро Тут нечего делать Только перерывания Быстро что-нибудь Если делать операцию, она умрет на столе Просто не перенесет ее Умрет она, доктор Умрешь и ты Если хочешь жить Спасай Что будете делать? Сделайте что-нибудь Он зашел в ее палату Он убьет ее Мы окружили здание Сообщили начальству Ждем приказа Я вам отдаю приказ Я Джингис Атай Делайте что я сказал Да мать моего ребенка Господин, мы работаем Не мешайте Пройдите пожалуйста туда Поймите Идите отсюда Кому вы вздумали указывать? Начальник Простите за беспокойство У меня беда И только вы можете помочь Только вы Господа Господа Пожалуйста Поймайте его Что? А Зайдите в операционную И убейте Изеля Убейте его и все Ты умом тронулся Слушаю, господин Да Да, я как раз Да Хорошо, господин Я все понял Только это слишком опасно Там ваша бывшая жена Браво В компании убийцы Он сумасшедший Поймайте его Черт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт Дизеля же сейчас убьет Делай что-нибудь Али Делай что-нибудь Делай что-нибудь Черт тебя Дериб На землю На землю На землю На землю Давайте Идите к папочке Давайте идите к папочке А чтоб тебя... Идите сюда, трусы! Идите, псы шелудивые! Давайте, выходите! Испугались? Испугались, сосунки? Давайте за мной! Все! Всевышний! 14 лет я с тобой не говорил И ничего не просил у тебя Я не верил в тебя Злился Думал, тебя нет Думал, ты меня не слышишь Каждый день я умолял, чтобы Эйшан была больна Умолял убить ее Поэтому ты сейчас заберешь ее Забери меня Забери мою душу Подари ей жизнь Прошу тебя Прошу тебя, Всевышний Умоляю тебя Не разлучай нас Не сейчас Прошу, услышь меня Услышь меня на этот раз Всевышний Услышь меня Я тебя умоляю Комиссар Нападайте Схватите его сейчас же Как мы это сделаем? Там твоя жена Она находится между жизнью и смертью Я не осмеливаюсь даже взять с нее показания А ты предлагаешь штурмовать операционную Нет, я его непременно арестую Но иным способом Если хочешь Еще раз звони начальнику Но я не стану больше рисковать жизнью мирных граждан Алло Сейчас я сообщу вам адрес Привезите моего сына туда Мы уезжаем Она будет жить Комиссар Ее оперируют Состояние тяжелое Но мужчина Никого не пускает Стойте Не стреляйте Мы целы Мы целы А он сбежал Каким образом? У нас есть лифт В конце операционной Он им и воспользовался Как Айшан? Пришла в себя? Нет Вы же окружили здание Джингис Бей Вы вызвали нас Оторвав отдел Но не забывайте Нам лучше знать Как ловить преступников Комиссар Простите, конечно Но захотя Эзель сбежать Вы бы не то что след Даже тени бы его не нашли Вам повезло Что его цель не сбежать А вернуться к Айшан Чтобы, конечно же Завершить начатое Это понятно А как ты можешь нам помочь? Может, примерно знаешь Как нам найти Эзеля? Да? Я знаю больше Это все места Куда он может поехать Но не адрес дома Или друзей А убежище Одну минутку Постой-ка Дежурьте на всех этих местах Но поймайте его В другом месте И где же? В доме Омера Учара Нашего старого друга К которому мы Обращались Когда были проблемы Пусть Эзель побывает Во всех местах Что я написал Пусть всюду встречается с вами Пусть устанет Забегается В итоге Он поедет к Омеру К тому времени Вы уже Окружите его дом Слушаюсь Не забывайте Пусть сначала Побывает во всех местах Вы будете меня благодарить Будете благодарить меня За то, что я помог Поймать этого убийцу Поймать этого Прости, что так ворвался, но за мной. Я видела по телевизору. Ты в порядке? Снаружи дежурит полиция. Знаешь об этом? Они повсюду. Я зашел через заднюю дверь. Баде, я ни в чем... Не виноват. Конечно, не виноват. Я знаю. Эйшан. Как она? Жива. Что мне сделать? У меня есть подвал. Можешь спрятаться там. Хочешь, отвезу к своей подруге. Что сделать? У меня к тебе другая просьба. Более серьезная. Что? Момтаас? Омер, сынок. Садись, папа. Папа, прошу, присядь. Я хотел приехать к вам в последнюю очередь, когда все закончится, но за мной гонятся. Времени нет. Кто гонится? Выслушай, мама. Джингис сотворил кое-что очень плохое. Мне надо его найти. Но мне нужно перевести дух. Отдохнуть от полиции. Мне нужно спрятаться. Полиции? Да, папа, полиции. Опять. Да, опять. Я не сдержал слова. О, мэр. Верно. Я не сдержал слова. Не смог приехать с женой и сыном. Опять не удалось тебя порадовать. Но мне некуда идти. Прошу ради всего святого. Говори, что нужно, сынок. Мама? Здесь полиция найдет тебя в два счета. Папа, понимаю, что поздно. Но скажи отцу, что тебе нужно. Что сделать? Мне бы просто передохнуть. Идем. Идем сюда. Мама, есть чистая рубашка? Сейчас принесу. Садись, сынок. Немного поешь. Но полиция, папа, поешь. Отец рядом. Сынок, рубашка. Полиция. Какое-то время они будут искать меня. Поэтому я не смогу к вам приезжать. Ничего страшного. Мы подождем. Если все затянется, я пришлю тебе открытку. Хорошо, мама? Я буду слать открытки отовсюду, где буду бывать. Присылай. Твой отец будет в них читать. Беги, сынок. Чего ты ждешь? Когда все закончится и наступят счастливые дни, будем вспоминать этот момент. Хорошо, папа? Забудем все плохое. Будем помнить друг друга такими. Хорошо? Мама рядом. Отец меня простил. Прости, Ломер. Мама. Прощаю, сынок. И ты прости меня за все. Все будет хорошо. Все хорошо. Беги же. Беги. Давай. Я иду за тобой, Джингис. Жди меня. Я иду. Слишком затянулась эта игра. Мы так много ссорились со своим братом. Проиграл. Исчез. Забыл. Как начинать эти ссоры? И как их заканчивать? Папа! Куда мы едем? Неважно куда, Джинго. Главное, что мы вместе. Ты назвал меня Джинго. Забыл, что с чего начинались наша зависть и теплая, болезненная, тесная дружба. Тем они и должны закончиться. Отдай! Мама меня убьет, Джингис! Твоя мама ничего не узнает. Она ведь слепая. Дай мне. Ты не умеешь. Повернись. И напиши, как себе, благодарность родителям. Ага, может и денег тебе туда вложить? Можно. Благодарность. Все. Папа, смотри. Я обошел у мэра. Молодец, сынок. Джинго, подойди ко мне. Я скоро опять поеду в Германию. И вот что придумал. Что? Я хочу и маму забрать. Для нее будет хоть какая-то перемена. Что скажешь? Сможешь присмотреть за бабушкой? А что ты мне привезешь? Я вернусь и куплю тебе дом. Дом? Настоящий. И у тебя там будет своя комната. Согласен? Согласен. Молодец. Тогда мы поторопимся, чтобы успеть на самолет. Я возьму чемоданы. Как они меня подкупили? Доставай игру! Доставай! Жадина! Соскучится он. И что потом? Все-таки, как-никак, он ваш сын. Как он будет жить без родителей? Мы едем работать с мамой, а не отдыхать. Кто там будет смотреть за ним? Сейчас я попью твой рекорд. Забери себе! Я все равно в нее не играю. Правда? Ты мне ее даришь! Почему? Глупый! Тебе же выразили благодарность. Придешь вечером к нам? Мама приготовит пирог. Простите. Позвольте воспользоваться вашим телефоном. На моем батарейка села, а нужно срочно позвонить. Конечно. Спасибо. 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 Продолжение следует... Счет. Что? Какой счет? Едем закончить начатое? И как мы его оттуда вытащим? Мы кое-что забыли, Али. Джингиз. Мы забыли о его состоянии. Он покушался на Эйшан. На Эйшан! Да я понял, что ты как попугай. Действительно. Эйшан. Он сейчас с сыном. Идти ему некуда. Довериться и поговорить ему не с кем. Мы забыли о Джингизе. У него есть деньги, но ему не по себе. У него никого нет. Ему страшно. Он все тот же Джингиз. Достаточно ему об этом напомнить. И все. И как мы это сделаем? Да. Джингиз Адай. Я знаю, что вам нельзя давать такую информацию. Но ты ведь можешь. Корай, которого я знаю, не расстроит меня. Или расстроит? Вот он мой Корай. Во сколько? Куда? В Марокко? Супер. Конечно, встретимся. Целую. Джингиз улетает через час. Он взял два билета. Один себе, а другой... Джану. Я совсем забыл о тебе, Шебо. Эзель? Что? Тебя до сих пор не поймали? А я не сбегаю, Джингиз. Я гонюсь за тобой. Хорошо. Тогда встретимся у здания полиции. Не, так не пойдет. Я поймаю тебя в аэропорту. Где ты? Где ты? Там, где ты, там и я, Джингиз. Думал сбежать от меня? А? Джинго. Куда собрался? На виллу Кенана в Марокко? Езжай куда хочешь. Я тебя везде найду. Найду и заберу Джана. Это я тебе обещаю. Я лучше тебя. Я победил. Эйшан убил я. Я убил ее, чтобы победить тебя. Расскажи это кому-нибудь другому, Джингиз. Ты напал на Эйшан, потому что все от тебя отвернулись. Потому что ты проиграл. Потому что ты... Джинго. Замолчи, Эзель. Тебя арестуют. Даже Джан выбрал меня. А ты никому не нужен, Джингиз. Никто не хочет быть с тобой. И знаешь почему? Потому что ты Джинго. Будь ты проклят, Омер. Будь ты проклят. Вернулся к тому, с чего начал Джинго. Подожди. Я иду. Иду, чтобы забрать Джана. Сколько бы у тебя ни было власти, сколько бы ни было денег, каким бы злодеем ты бы ни был, ты до сих пор все тот же, брошенный, никому не нужный ребенок, от которого сбежала семья. Нет. Ты думал, я держал тебя рядом, потому что ты мой друг? Ах, Джингиз. Думал, мне было жалко, что ты никому не нужен. Но ты ведь знаешь, твоя жена всю жизнь ждала другого мужчину. А сейчас сын, что рядом с тобой, ждет другого отца. Нет! Нет! Ты принесла дядины вещи? Шебнем, я никогда тебе этого не говорил. Скажешь? Потом. Я никогда не благодарил тебя за то, что ты делала Тефо самым счастливым человеком на свете. Правда? Эзель! Тефо самым счастливым человеком на свете. Уходите! Уйдите все! Оставьте меня! Оставьте! Исчезните! Оставьте меня! Оставьте! Не ты. Не ты, Джан. Только не ты. Спи дальше. Спи. Джангиз. Прими мои соболезнования. Я приготовила тебе кое-что. Поешь. Мне очень плохо, тетя Аслы. Родной, я знаю. Ничего ты не знаешь. Я сильно расстроен. Прости, я пойду. Спасибо, тетушка. На здоровье. Жаль, что бабушка умерла. Была бы она жива. И умерла бы через неделю. Не приходилось бы готовить. Вот идиот. А что? Таков мир. Омер? Посмотри, что лежит в этой коробке и что можно продать. Может, не надо, Джангиз? Не надо. Да ты подумай. Ей было 150 лет. Эти вещи антиквариат. Слушай, может, пригласить дядю Мумтаза на помощь? Вернулись. Родители вернулись. Они были в Стамбуле. Уже пять лет прошло. Они писали бабушке. Рыза спрашивает, как там Джинго. Отец отправил Джангизу часы. Я ему говорю не слать, но это же Рыза. Передашь? Этим часам? Уже три года. Они были здесь. Здесь. В районе Этилер. Мне собирались купить дом. У меня должна была быть комната. Дом они купили, но без меня. Без меня купили. Али! Подкинь меня до Этилера. Вот дом номер 10. О, для Джинго здесь много дел. Только заселюсь и по девушкам. Стой. Что? Ты придумал, что скажешь отцу? Ничего я не скажу. Это мои родители. Пойду я обниму. А что говорить? Десять лет не виделись. Они же тоже не железные. Наверняка соскучились по Джинго. Субтитры сделал DimaTorzok. Дженк, поторопись, мы уже опаздываем Идем, господин Дженк Омер Не может быть Мы с вами знакомы? Вот чёрт! Нет, вы меня не знаете Вы Рызаатай? Живёте здесь пять лет Да Какие-то проблемы? Вы не заплатили кое-какой налог Набежали проценты Ещё какие? Дженкис Надо бы заплатить должок Но я вас Дженкис Дженкис? Где моя комната, отец? Где моя комната? Где моя комната? Её занял Дженк? Я получил благодарность, отец Где моя комната? Дженк её занял Он умнее меня, да? Он послушнее Он лучше меня, да? Пустите меня, да пустите вы меня! Я убью их Я их всех убью С ума сошёл? Ты зачем украл пистолет? Нас же всех посадят Они бросили меня Но сначала я убью этого пацана Хватит О нас подумай Ты привёл нас сюда, а теперь хочешь подставить? Да, Дженкис? Дженкис Мы твои друзья Как ты можешь так нами пользоваться? Это ты на чьей стороне? Я на своей стороне! Я на своей стороне! Не могу я Не получается У меня... Я слишком плохой Я слишком плохой, чтобы быть вашим другом Я слишком плохой, чтобы быть их сыном Что поделать? Я... Я такой Не любит никто Ну и пусть Я как чёрный кот Но увидите У меня тоже будет такой дом А вы все увидите И никого из вас я в него не пущу Дожились Уже не могу отвезти жену с ребёнком домой Ещё и беру пистолет для этого червяка Зачем он нужен? Я задушу этого выродка голыми руками Нет, брат Оставь это удовольствие мне Али, посмотри ситуацию на улице Не хочу, чтобы полиция поймала нас, пока азат здесь Ты хорошо справляешься Твой отец полюбил бы такого малыша? Каких бы сказок он ему порассказывал? Ты счастлива? Хорошо Али тоже счастлив Али, он... Он счастлив так, как никогда в жизни Благодаря Тэфо и тебе Не забывай это Зель, сейчас я тебе кое-что дам Давно уже ношу с собой Нашла в конверте папы Ещё до смерти Что это? Азаль, всё чисто, поехали Ладно, я буду в машине Знаю, знаю, что вы его не поймали Нет Он же не призрак Как он сбежал? Что он за фокусник такой? Помолчите, помолчите! Уже два раза вы упустили его из рук Как вы думаете, начальству это понравится? Мы делаем всё, что в наших силах Я знаю Потому что говорил с начальством Похоже, полетят ваши погоны И отправишься ты в какую-нибудь глушь Хочешь этого? Отвечай, хочешь? Нет Хорошо, а Эзеля найти хочешь? Хочешь получить награду героя полицейского? Тогда просто езжай туда, куда я тебе скажу Куда? Ко мне Потому что Эзель скоро будет здесь Откуда вы знаете? Просто он думает, что всё закончится, как в романе или хорошем фильме Он считает, что в отрицательном герое проснётся совесть Он раскается и совершит опрометчивую ошибку Он верит, что в конце концов справедливость восторжествует Не упусти возможность просто приезжать туда, куда я тебе скажу со снайперами Завтра ты станешь человеком дня Но при одном условии При одном маленьком условии Ты меня слушаешь? Да, каком? Когда я дам вам знак Вы без расспросов, следствия, промедления и задержки Стреляете этому убийце прямо в голову Зачем? Господи, комиссар, как зачем? Он забрал у меня любовь в моей жизни Ну, конечно же, чтобы справедливость восторжествовала Давайте адрес Дженгиз Вчера мы не закончили разговор Хорошо Пощечины было мало? Ну-ка, перестань Перестань поливать всех грязью Никто ни в чем не виноват Ты сам себе надумываешь больше Иди ты к черту, Омер Тебе нет ни до кого дела Что мой отец сказал тебе, когда впервые тебя увидел? Хватит! Что тебе от меня нужно? Он сказал, что друзья важны для человека Некоторые друзья возвышают человека Некоторые тянут на дно Так чего вы ждете? Али тоже сказал, чтобы я был с тобой осторожен Однажды этот тип сделает тебе очень больно Это еще почему? Потому что ты увяз в своей же грязи Потому что ты всех заряжаешь негативом Потому что кроме тебя самого Нет, неправильно Даже самому себе ты бесполезен Тогда что вы здесь потеряли? Идите к черту! Прошу, не надо, не надо Сядь, сидеть! Отец? Сиди! Сиди, говорю! Папа? Ты чуть не убил его Чуть не сделал нас соучастниками преступления Али За похищение и удержание человека сколько нам дадут? Не меньше пяти лет Конечно, если он нас опознает Что вы делаете? Привет! Али А за убийство? Вышка! Али! От тебя одни проблемы, Джингис Из-за тебя нас ждет пожизненное заключение Не надо Джингис Скажи, чтобы они этого не делали Почему ты не звонил? Потому что... Почему? Почему, отец? Почему вы меня оставили? Я каждый день мечтал, чтобы вы меня забрали В школе меня звали сиротой А я говорил, что вы скоро приедете на машине И все будут завидовать мне Разве можно оставлять ребенка? Разве так делается? Прошу вас, не надо Мы собирались забрать его Мы скучали Нам его не хватало Мама очень переживала Постоянно плакала Но потом Что? Что? Что потом? Она забеременела Показалось, что к нам вернулся ты У нас были деньги Появился сын Боль, что мы испытывали, прошла А если бы он не родился Вы бы приехали за мной? Так почему вы вернулись? Почему вы вернулись домой? Потому что так было легче Потому что ты не хотел возвращаться в тулачугу Потому что ты поднял свой статус Сын же был из прежней жизни И сейчас появился другой Думали, если бросите старшего Никто не узнает Что на самом деле Вы когда-то жили В развалюхе Говори правду Говори Стыдно, да? Не за Джингиза А за себя Отец Да, 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 да Скажи им, чтобы не стреляли Я прошу прощения Извини Папа 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 Джингиз Ты, конечно, сущее проклятие Но стыдиться нужно им Ты ни в чем не виноват Правда? Конечно Знаешь, почему? Почему? Потому что у тебя такие друзья, как мы Посмотри на нас Разве я способен на преступление? Я в жизни не держал в руках оружие Мы ради тебя человека похитили Ради тебя мы готовы сесть в тюрьму И что? Все? Убивать не будем этого подонка? Что? Чего смеешься? Я что, убийца, по-твоему? Я в жизни никого не убивал Пусть эта семья живет, как хочет Перед тобой твоя настоящая семья А вы правда моя семья? Самая лучшая Теперь мы соучастники Идем, брат Если ты успокоился, у меня к тебе вопрос Насчет девушки? Да, вчера на базаре я познакомился с одной девушкой Зовут Эйшан Такая красавица Спрашивай Советуйся с другом А со мной почему не советуетесь? Если надо будет побить девушку, мы к тебе обратимся, Али Я, значит, из кожи вон лезу, чтобы помочь А вы вот так, да? Еще и смеется Я тебя сейчас поймаю Ну-ка, стой Говори Признавайся, что за девушка Какая девушка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот так? Вот так Сегодня здесь умрет один из нас, не так ли? Либо ты, либо я В свое время дядя научил меня кое-чему Он сказал Племянник Всегда есть третий вариант А твой дядя не рассказывал тебе легенду о Каине и Авеле? Первое преступление Из-за зависти У нас тоже так закончится? Братоубийством, да? Ты мне не брат Почему? Почему? Разве ты не говорил тогда на берегу, что мы семья? Ты не помнишь? Как раз это и стало моим наказанием Я всегда об этом помнил Поэтому каждый раз, когда ты мне попадался, я отпускал тебя Поэтому я тебя не придушил Все-таки ты понял, брат В конце концов, ты понял Что бы ни было Мы всегда оставались с тобой братьями С самого первого дня ты принял меня Поэтому Ты умрешь Брат Где же вы? Где вы, недоумки? Что ты сделал? Что ты сделал? Ты предоставил мне третий вариант Брат На меня покушался мой бывший муж Джингис Атай Он пришел к нам домой И хотел меня убить Сначала он мне угрожал Потом вернулся И, надев перчатки Он взял стамеску Эзеля И хотел убить меня Это сделал не Изы А Джингис Тюрьма Я рассказал полиции И о том, что ты улетаешь Тебя ждут в аэропорту То есть Никто не приедет, Джингис? Мы остались вдвоем Тебя судят Ты... Ты... Я заберу Джана Нет Потом заберу Эйшан Не отдам Только через мой труп А потом продолжу жизнь С того, на чем остановился Пока есть я Ничего у тебя не выйдет Пока есть я А тебя нет, Джинго Мы тебя даже не вспомним Ты не Эйшан убил Ты Джингиза убил Отныне мы будем не просто жить А жить так, словно тебя никогда не существовало Нет 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 Я... Я существую Я... Я... А что будет со мной? У тебя два варианта Либо тюрьма Либо смерть Выбирай сам Нет Я сказал нет 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 Убью Убью Клянусь, я разрежу тебе глотку Давай Выбирай Выбирай, Джингиз Тюрьма Или смерть Нет 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 Али Али Предатель Али Ты же был моим соучастником Сделай что-нибудь Подходите 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 Оба подходите Подходите Оба Однажды я убил тебя Убью еще раз Уже давно прошли те времена, Джингиз Пришел день, когда я Убью тебя Ты, естественно, не выберешь тюрьму Не бойся Скажи, что выбрал тюрьму И я тебя не трону А ты попробуй Как ты меня тронешь? Так же, как я, Эйшан? Подонок Как ты ее тронул? Как ты посмел покушаться на нее? Как ты посмел ударить? Как ты посмел ударить ее? Как ты тронул ее, а? Отребье Отребье Подонок Сволочь Отребье Сволочь Сволочь Подонок Подонок Ты испортил мне жизнь Тварь Тварь Мэр Не подходи Сволочь Подонок. Отренье. Как ты посмел? Как ты посмел? Сволочь. Сволочь. Иди сюда. Я не закончил. Открой глаза. Открой глаза, я сказал. Открой. Вот так. Подонок. Открой глаза. Я еще не закончил. Омер, Омер. Омер, оставь его. Оставь. Дай мне докончить. Остановись, Омер. Эйшан жива. Эйшан жива. Эйшан жива. А мой Тефо нет. Да, я его добью. Если ты сейчас его убьешь, для него это будет не наказанием, а подарком. Понимаешь? Пусти. Я. Я. Я прикончу его. А ты иди. Иди, не оборачивайся. Я заставлю его еще больше страдать. А ты иди, Кейшан. Иди. Эзель, Омер, помогите. Братья, это же я. Это же я, Джингис. Я соскальзываю. Я. Я. Я соскальзываю. Я соскальзываю. Я соскальзываю. Омер. Омер, это же я. Я. Ты меня бросишь? Ты же не бросишь брата. Омер. Омер, вытащите меня. Вытащите. Вытащите, Омер. Как в старые добрые времена. Омер. Брат, помоги мне, и будем жить как раньше. Ну же, давай. Омер. 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 Наказание наше. Не понимая. Все мы, и Эйшан, и Али, и я, готовы были тебя полюбить. При желании ты мог все остановить. При желании этого всего могло и не быть. И Эйшан была бы сейчас. Впрочем, уходи и больше не возвращайся. Но не забывай, подонок. С собой ты уносишь моего самого, самого лучшего друга. Сейчас найдем Джана. Он наверняка где-то рядом, в машине. Джангиз не стал бы с ним расставаться. Ты заберешь Джана и Эйшан, и все забудешь. К черту все. Ты все равно уедешь отсюда. А? Вот и она. Идем, Омер. Идем, идем. Твой сын здесь. Спит, как ангел. Омер, брат, я понимаю. Мало кто выдержит то, что пришлось пережить тебе. Но все кончено. Вот он, счастливый конец. Вот он. Ты вернул свой... Из того, что лежит в чемодане. В каком чемодане? Который Айлин оставит назад. Али, приходила какая-то Айлин, принесла чемодан. В нем подписаны подарки. Поздравляю с 15-летием. Всего тебе наилучшего. Твой дядя Эзель. На 18-летие его ждут ключи от мустанга Шелби. В гараже. Научи его хорошо водить. Не так, как сам. Эзель, я не позволю. Ты с ума сошел? Зачем? Каждый год. По подарку. Все они подписаны так. Твой дядя Эзель. Только на 20-летие я купил ему небольшой дом в районе баллад. На двери написано моему сыну. Пока ему не исполнится 20, не рассказывай ему. Ты же не расскажешь, что я его отец. А Азад ему почитает. Что почитает? Нашла в конверте папы. Еще до смерти. Что это? Эзель, все чисто, поехали. Ладно, я в машине. Дочка, если однажды некому будет это рассказать, я кое-что написал. В жизни я кое-что понял. Тот, кто имеет право знать, как бы это ни было больно, должны знать правду. Я и внутрь заглянула. Смотрите внимательно. Догадались, кто я? Дам вам подсказку. Расскажу одну историю. Историю об Умэре и трех его друзьях. Эта история случилась много лет назад. Твоя история. И снова дядя впереди на шаг. Я думала, когда все закончится, ты вдруг захочешь прочитать это письмо Джану. Знаешь что, когда все закончится, ты будешь приходить к нам и читать. Хорошо? Понемногу, каждый день. Таким образом, он будет узнавать правду. Мне кажется, дядя подразумевал это. Ты всегда с ним будешь, правда, Али? Вот, оказывается, как ты должен искупить свой долг, защищая не меня, а моего сына. Почему? Эзель, почему? В чем дело? Все было хорошо. Эй, Шан. Ей не стало лучше. Она не выкарабкалась. Она будет жить. Нет. Я сделал все. Нет. Повреждения слишком сильные. Органы отказывают. Кровотечение чрезмерно активное. Нет, доктор, нет. Этого не может быть. Скажи что-нибудь другое. Скажи, что это не так. Мне очень жаль. Кто заставляет тебя это говорить? Кенан? А? Джингис? Кто? Кто за этим стоит? Ты меня обманываешь, не так ли? Затея ли это, чтобы преклонить меня? Да? Вот он. Вот он, я здесь. Могу встать на колени. Не терзайте меня. Хорошо. Я проиграл. Только не говори так, прошу. Не говори так, доктор. Я сделаю все, что ты захочешь. Только скажи, что это неправда. И я не могу. Это не обман, это судьба. Нет. Нет, это не судьба. Я одолел судьбу. Я уже умирал, доктор. Меня убивали. Я победил судьбу. И Эйшан победит. Она воин. Она победит. Увидишь. Она победит. Вот увидишь. Победит. Нет, не победит. Мы просто так зашили рану. Ее органы отказывают. Ничего нельзя поделать. Мне очень жаль. Но я не в силах что-либо изменить. Эйшан. 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 Она умрет. Сколько? Если организм сильный, не больше десяти часов. Десять часов. Когда она проснется? В течение двух часов. Но будить ее в таком состоянии? Проснувшись, ей будет больно. Мы вкололи ей морфин. Ничего не будет чувствовать. Будите. Она будет в сознании. Сообщите полиции, что ее приводят в чувства. Пусть будут готовы. Понятно? А теперь найди способ, как мне выйти отсюда. У нас осталось два часа. И что ты будешь делать? Попрощаюсь с тобой. И поеду, Кейшан. Ты... 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 Нет! С самого начала ты хотел именно этого, да? Убить Джингиза и со всеми попрощаться. Я прав? Говори. Я никогда не благодарил тебя за то, что ты... делал Атефо самым счастливым человеком на свете. Правда? Эзель! Пока не забыл. Это тебе. Что это? Подарок на прощание. Это ключи от бара. Не может быть. Может. На прощание? То есть? Навсегда. У меня к тебе другая просьба. Более серьезная. Что это? Если бы не все эти события, мы бы с тобой поехали туда. У нас бы была совсем другая жизнь. Мы бы жили вместе. И у нас были бы дети. Сейчас приедет полиция. Зачем ты мне это говоришь? Представляешь. Мы с тобой приехали сюда. Вместе. Просто представь. Можешь? Представляешь? Ты хочешь, чтобы я фантазировала? Да. Если кто и придумает для меня жизнь, то это ты. Сможешь? Только ты. Не понимаю, зачем мне это делать? Не понимаю, зачем? Каждый месяц шли по одной моей маме. Словно это я отправил. Из разных красивых мест. Нет. Все узнают правду, Эзель. Ты не попадешь в тюрьму. Не думай так. И напиши пару строк. Не знаю. Напиши, что здесь вкусно готовят. Что у меня, например, появились друзья. Я устроился на работу. Напиши что-нибудь, что я счастлив. Даже очень. Я не знаю. Что-нибудь. Напиши. Эзель, ты сам побываешь в этих местах. Ты же мечтал все изменить. Поедете с Эйшан, когда она поправится. Она же поправится. Она не поправится. Эйшан умирает, Баде. Но ты... А ты говорила, что счастливый конец у меня будет, Сэйшан. Ты была права. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Забери. Забери. Ничего этого не будет. Эзель, прошу, не говори глупостей. Ты ведь не сделаешь этого. Забери. Эзель, не надо, прошу тебя. Баде. Не надо, умоляю. Баде. Баде, выслушай. Пожалуйста, выслушай меня. У меня нет времени. За мной погоня. Ты стала для меня единственной надеждой. В то время я хотел подарить тебе жизнь. Сильно хотел. Но не вышло. Сейчас дарю тебе жизнь, которой у меня нет. И никогда не будет. Придумаешь ее за меня? Эзель. Придумаешь? Это последняя просьба. Придумаю. Придумаю. Когда все закончится и наступят счастливые дни, будем вспоминать этот момент. Хорошо, отец? Забудем все плохое. Будем помнить друг друга такими. Хорошо? Мама рядом. И отец меня простил, сынок. Прости, Лунер. Мама. Прощаю, сынок. И ты прости меня за все. Все будет хорошо. Осталось попрощаться с тобой. Нет. Нет. Мы через столько прошли. Ты с ума сошел? Так не пойдет. А ты на что надеялся? Нет. Джан. Джан. Как же он? Что будет с твоим сыном? Думаешь, я это не учел? Али. Ты хочешь, чтобы он рос с человеком, который убивает людей? Который сам для себя давно умер? Который всю жизнь находится в трауре? И который никогда не подарит ему настоящую семью? Вот скажи. Или ему лучше жить с тобой? Он знает тебя с рождения. Любит. Ты можешь подарить ему семью. Скажи, Али, я смогу ему дать нормальную жизнь? Лучше, чтобы его убили вместе со мной? Или чтобы он мог жить нормально с тобой? Не пойдет. Я сказал, не пойдет. Ты через столько прошел. Нас вернул. Из тюрьмы вышел. Так нельзя. Нельзя теперь сдаваться. Это тебе не к лицу. А я не сдаюсь. Просто подожди. Подожди пару месяцев и все наладится. Не наладится. Мне знакома горечь любви, Омер. Не думай, что не знакома. После смерти Бахар я несколько раз хотел покончить с собой. Брат Али. Все проходит, брат. Не совсем, конечно, но проходит. Боль утихает. Появляется кто-то другой. Скажешь нет, появляется. Ты влюбляешься. Думал, что не сможешь, а влюбляешься. Клянусь, я говорю правду. Ты же меня знаешь, я... Я всегда говорю правду. Али, хватит. Али, попрощайся со мной. Просто попрощайся. Дай руку. А потом дай мне уйти. Не дам. Не дам, Омер. Не дам. Не дам. Не пущу. Али. В тот день, когда ко мне ворвалась полиция, я и умер. А это жизнь украденная. Украденная. Я пытался ей жить, но не получилось. Не подошла она мне. Только не говори, что не видишь этого. Не вижу, не вижу. Не пущу, Омер. Я тебя не пущу. Ты уже отпустил. Именно в тот день. Но позже я нашел тебя. Я тебя нашел. Не нашел. Мы думали, что есть второй шанс. Оказывается, нет. Эзель, это не второй шанс. Это бедный призрак, Али. Нет. Нет. Омер вернулся. Омер меня простил. И я больше его не отпущу. Никогда. Али, Али. Я вернулся не для того, чтобы остаться. А чтобы наказать... Чтобы наказать Дженгиза. А тебя простить. Замолчи. Замолчи. Я пришел, чтобы забрать Эйшан. Омер, не надо, не надо. Омер, не делай этого, Омер. Али, отпусти меня, брат. Оказывается, вот он твой счастливый конец. Разве смерть это счастливый конец? Скажи мне. А кто сказал, что я умру? Увидишь, однажды я вернусь. Не вернешься. Ты покончишь с собой. Возможно, вернусь. Брат. Береги моих близких. Омер. Омер, передай привет Тефо. Пусть приглядывает там за тобой. Редактор субтитров И.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Мэр, ты говорил с доктором. Значит, говорил. Смирись. Смирись. Все, что можно было, они сделали. Можно попросить тебя кое о чем? Не допускай того, чтобы я снова оказалась на операционном столе. Позволь. Позволь побыть с тобой. Уйти, будучи рядом с тобой, глядя тебе в глаза. Пусть последним, кого я увижу, будешь ты. Омэр. Я без тебя никуда не уйду. Я без тебя никуда не уйду. Словам моим внемлите, люди. Убить может каждый того, кого любит. Кто-то творит это взглядом, кто-то и словом, наполненным ядом. Трусы разят поцелуем. Смелые острым клинком сердце рубят. Кто-то сражен будет в юности, Кто-то по случаю воли лишь в старости. Одни из-за тленных трудностей, Иные в порыве страстей, но без ярости. Убьет ножом милосердный, Ведь от ножа убиенный остынет быстрее. Кого-то долгая любовь, Кого-то короткая, Кого-то продадут, А кого-то и купят. Кто-то убивая, Прольет слезы горькие. Иные же и глазом не моргнут, Погубят. Убить может каждый того, Кого любят. Кого-то убит. Кого-то убит. Кого-то убит. Кого-то убит. Кого-то убит. Кого-то убит. Омер. Мы все-таки уезжаем. А куда? Туда, куда захотим. Пусть там будет тепло, Как в день нашего знакомства. Самый счастливый день в моей жизни Сегодня 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 самый счастливый день в моей жизни После того, когда едем, пусть и Джан приезжает Я ему уже сказал Сначала мы немного отдохнем, а потом и он приедет Хорошо Не надо плакать, Эйша Теперь все будет так, как захочешь ты Не плачь Иди ко мне Бахар Я хочу увидеть Бахар Бахар ждет нас Ждет, правда? Я очень соскучилась Не надо плакать Эйша, Эйша Эйша, посмотри на меня Посмотри на меня Посмотри Смотри, видишь, я рядом Я рядом с тобой Прикоснись ко мне Давай Только не плачь Видишь Я здесь Я с тобой Омер После меня Никаких после меня Послушай После меня Ты найдешь свое счастье Хорошо? Омер Хорошо Скажи После тебя я После тебя я Найдешь свое счастье Найду Хорошо Мы наконец уезжаем Уезжаем, родная Закрывай глаза Закрывай Вместе Вместе, да? Навсегда Расскажи мне У нас медовый месяц Мы вот-вот поженились Свадьба Эйшан И Омер Сразу после нее Мы сели в поезд Ты в свадебном платье Я в смокинге На перроне стоят Мои родители Они очень счастливы Провожают нас В поезде Все наши друзья Ссоры забыты Мы все вместе Все нас поздравляют Все очень рады Улыбки Нисходят с лиц Потому что В конце концов Я забрал тебя Вернул Больше мы никогда Не расстанемся Мы никогда Больше не оставим Друг друга Мы больше никогда Эйшан 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 Обещаю 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 Обещаю, родная Больше мы никогда Не расстанемся Куда бы ты ни отправилась Я буду всюду следовать за тобой Моя единственная Обещаю Обещаю Ты на самом деле Хочешь, чтобы я помог тебе Племяне Улица Герден Дом 24 Район Балат А теперь Скажи мне Что ты хочешь сделать Отомстить Отомстить Как? У меня забрали все Я хочу вернуть то, что у меня забрали Как? Не спеша Я найду их самые слабые места Подружусь с ними Завоюю их доверие Завоюю их сердца А потом А теперь Скажи мне Только правду скажи Готов ли ты На это В самом деле Готов, дядя Тогда С Богом, племянник С Богом Месть Называют Несостоявшимся Правосудием Так пусть Каждый Получит По заслугам По заслугам И еще кое-что Последнее Не надевай Не надевай Пообещай мне Пообещай, что не наденешь это кольцо Что даже от безысходности Ты его не наденешь Дай мне слово Дай Почему Не надевай Не надевай его от горя Скажем Скопилось у тебя много вопросов А ответов нет Все От тебя отвернулись И никого не осталось Все равно Не надевай его Обещаю Ни в тоске Ни после поражения Ни от гордыни Ни в бесконечных муках Ни в коем случае Не надевай его Пообещай Обещаю, дядя Будь у тебя Тысяча причин Чтобы покончить с собой Все равно Не надевай это кольцо Но когда Найдется По крайней мере Одна Чтобы начать Новую жизнь Хотя бы Одна Вот тогда Ты его наденешь Только тогда Ты его наденешь Субтитры создавал DimaTorzok Я иду Я иду Любимая Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря ни на что Когда все кончилось Эзель верил Что любовь победит А справедливость восторжествует Но счастливые концы Это только для сказок История, о которой я говорю Уже давно закончилась А все, что после Того и вовсе не было Субтитры создавал DimaTorzok 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 Маяк закрыт, никаких посетителей А я не посетитель Тогда зачем пришел? Я пришел к отцу А как? Как тебя зовут? Меня зовут Джан Джан Учар Потому что в реальной жизни Умершие не говорят с нами Любовь не сильнее мести Нет друзей, которые простили бы все на свете В реальной жизни Отцы и сыновья Одолев смерть Не встречаются снова Или встречаются Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok